Еду в Казахстан Самолёт до Алматы транзитный. Он вылетает из Иркутска, садится в Красноярске, собирает пассажиров и дальше отправляется в Казахстан. Вместе с нашей съёмочной группой на разведку в Алматы едут ещё 13 блогеров, инстаграмщиков и фотографов. Цена перелёта 24 тысячи рублей туда и обратно. Вроде дорого, но альтернативы нет. Через Москву обойдётся дороже и намного дольше. На поезде это вообще мука. До этого мы ездили, как бы, ну, постоянно на поезде ездили. Это очень удобно. Мы с Красноярска доезжаем до Новосибирска. В Новосибирске у нас получается промежуток мы 6 часов сидим на вокзале. Потом мы садимся в Новосибирске, на Ташкентске именно поезд. Пускают в Казахстан по российскому паспорту. Еду в Казахстан В аэропорту Алматы нас встречает гостеприимная надпись. Алматы, уезжай. Но это вовсе не намёк, что пора валить. Просто уезжай – это аэропорт по-казахски. Такси до города лучше не брать. Местные таксисты такие же хапуги, как и наши. Так что лучше пользоваться общественным транспортом или заказать такси через приложение на телефоне. Ехать до центра минут 30. Рано утром перед туристами, которые впервые приехали в Алматы, предстаёт вот такой роскошный вид. Высокие горы с заснеженными круглый год вершинами видны здесь почти из любой точки. А ещё Алматы тонет в зелени и цветах под южным солнцем. Это, пожалуй, самый известный город Казахстана. Посещение Алматы можно начинать с визит центров. Они обозначены вот такими стеллами. Их несколько в городе. И любой турист может прийти туда совершенно бесплатно и получить консультацию, куда интереснее всего отправиться в городе. Ну, или вокруг. Ну, а это один из главных символов Алматы, а может, даже самый главный яблоко сорта Апорт. И алматинцы верят, что по всему миру семена этого сорта разошлись именно отсюда, из Алматы. Власти Алматы мечтают сделать свой город популярным среди туристов из разных стран. Поэтому и открыли визит-центр. Он работает 7 дней в неделю, с 8 утра и аж до 8 вечера. Здесь вам расскажут и покажут всё, что есть в округе. Выдадут карту, путеводитель, помогут составить маршрут, найдут гидов и даже организуют бесплатный тур по городу. А ещё здесь можно сделать крутые селфи. Алматы 60 лет был столицей Казахстана. Но в 97-м году столицу перенесли на север, в город Акмолу, который позже переименовали в Астану. Местные довольно ревностно относятся к этой истории и при каждом удобном случае говорят, что жить в Алмате комфортнее. Именно их город самый большой в стране. А Астана – это просто деловой центр. Кстати, от переноса столицы простые люди. Только выиграли. Например, бывшее здание правительства отдали под университет. Теперь там сидят студенты, а не чиновники. В следующей серии моего казахского путешествия расскажу, как покорить свой первый трёхтысячник, даже не вспотев, и как найти оазис посреди пустынного каньона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!